Всем привет! Вы на канале любимые рецепты. Сегодня готовлю пирог со свежей малиной. Сейчас как раз начался сезон малины и очень хочется приготовить что-то вкусненькое. Очень рекомендую вам этот рецепт. Он простой, быстро готовится и очень вкусный. Детки просили добавки. Для начала возьмите сливочное масло комнатной температуры, смешайте его с сахаром и хорошенько разотрите с помощью вилки. Сахар и масло должно немного соединиться. Затем добавляю разрыхлитель и муку, несколько ложек. Перемешиваю. Муку всыпайте порционно, чтобы было удобно вымешивать тесто. Постепенно ввожу в тесто всю муку. Сначала замешиваю вилкой, ну а когда уже становится погуще, вымешиваю прямо руками. И делаем такую как бы крошку масляную с мукой. Вот видите, прямо вот так растираю руками хорошенько и получается такая крошка. Ну и для того, чтобы тесто стало похожим на тесто, нужно добавить еще одно яйцо. В конце вымешиваю немножко руками, муки больше не добавляю. Тесто получается мягкое и хорошее для работы, к рукам не липнет. Формирую шарик, присыпаю его немножко мукой и раскатываю в тонкий пласт. Будьте осторожны, тесто очень легко рвется, поэтому нужно аккуратненько его поднимать и перекладывать. Но в то же время оно очень удобно и быстро склеивается обратно, так что проблем нет. Смазываю форму для выпечки маслом и выкладываю на нее готовый корж. Видите, немножко рвется тесто, но это не страшно, это все поправляется уже в форме. Формируем бортики. Тесто мягкое и в принципе делается это очень легко и быстро. Вот мое тесто готово. Накалываю его вилкой и отправляю в духовку. При 180 градусах выпекаю 15 минут. Тем временем буду готовить начинку, пока тесто выпекается. Для этого беру творог 9% ванильный сахар, один пакетик. Также 100 грамм сахара. Сметану 100 грамм и одно яйцо. Беру блендер погружной и им хорошенько взбиваю крем до однородной массы. Делается это очень быстро. Буквально 2-3 минутки и начинка для нашего пирога готова. Вот такой вот крем воздушный получился. Корж у меня уже испекся и на этот корж я выкладываю сразу же начинку. Выкладываю крем. Делаю это с помощью лопатки, очень удобно. Можно просто обычной ложкой выложить, если нет лопатки. И сверху на крем выкладываю красиво малинку. Малину берите сухую, то есть либо ее заранее промойте, чтобы она обсохла, либо сразу же сорвались с куста, так как я это сделала, и выкладываю на пирог. Малина у меня домашняя, поэтому я не боюсь за ее качество. Вот такая красота получилась. Отправляем в духовку и запекаем еще при 180 градусах где-то 30-35 минут. Но смотрите по своей духовке. У меня был включен режим только низ. Верх я не включала, поэтому малинка не раскисла, не развалилась. Осталась вот такая целенькая. Пирог получился очень красивый. Я его украсила мятой и сахарной пудрой. Всем очень понравилось и съели моментально. Поэтому обязательно пробуйте, готовьте этот пирог и наслаждайтесь его незабываемым вкусом. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. Мне будет очень приятно. Всем хорошего дня и до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok